Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. Сегодня продолжение цикла лекций по улучшению качества жизни. Поговорим сегодня об увеличении сознания, увеличении осознанности. На самом деле, это квантовый скачок сознания. Мы сейчас наблюдаем, думаю, каждый из нас следит за какими-то событиями в жизни. И они порой бывают довольно драматическими. То есть мы видим вокруг, что происходят какие-то очень сильные изменения. Появляются какие-то экологические катастрофы, климатические катастрофы, то есть вирусы, неожиданные события, которых мы, по сути, не ожидали. И о чем это говорит? О том, что сознание меняется. И это зависит от каждого из нас. Я уже записывал видео на эту тему об увеличении осознанности. Но сейчас я хочу подчеркнуть очень важный момент. Что когда каждый из нас увеличивает свою осознанность, меняется в целом поле сознания планеты, земли, пространства. То есть меняется вот эта полевая структура. И что такое полевая структура? Она состоит из нас. Из нас как осознаний, частичек сознания. И когда мы вот эти частички сознания что-то меняем внутри, меняем, смотрим, как это происходит, наблюдаем, то происходят изменения и во внешней среде. Потому что внутреннее и внешнее – это концепция ума. И то есть мы что-то расцениваем как внутреннее, а что-то как внешнее. Внутренним мы обычно считаем наш мир, которые вот наши чувства, ощущения, какие-то эмоции. А внешним же мы считаем других людей, события, обстоятельства, то, что происходит вокруг нас. То есть вокруг нашего тела, да, можно так сказать. Потому что обычно мы считаем собой наше тело, наш ум, вот, наше сознание. Но сознание распространяется далеко за, за наше тело, и оно охватывает гораздо большие структуры. Если посмотреть сейчас на то, что говорят квантовые физики, то, по сути, сознание – это целое поле. И вот мы, как через я, смотрим, как через единичку сознания. Получается, что когда мы что-то делаем, вот прорабатываем что-то, увеличиваем свою осознанность, да, как частички сознания. Увеличивается это общее поле. И те изменения, которые происходят вокруг нас, они начинают, ну, совершенно по-другому происходить. То есть это происходит уже не те изменения, да, они становятся более осознанными. Вот бывает такое, что мы хотим сказать, ну, это все обстоятельства, это мир такой, там, или мы независимы от этого, да, то есть это просто происходит, и все. Но на самом деле мы можем взять ответственность за это. То есть что такое ответственность? Это когда мы наблюдаем, как это происходит, почему это происходит, и влияем на это. То есть что такое влияние? Это наше, можно сказать, позитивное намерение. Намерение, например, в том плане, что мы связаны с этим, и мы говорим, да, вот я говорю, что я могу влиять на определенные события окружающей среды. И чем больше людей готовы взять такую ответственность, тем больше мы можем программировать нашу среду так, как нам хотелось. То есть вот наверняка вы слышали о многих экспериментах, когда люди коллективно что-то создавали. Например, создавали уменьшение количества преступлений. Это происходило, даже не уменьшение количества преступлений, а более такое здоровое, безопасное пространство. И вот это можно создавать. Например, вот у нас в Одессе чудесная погода даже зимой, то есть хорошее пространство, безопасное. И на самом деле это можно создавать. То есть что такое создание? Это когда мы берем ответственность. Я говорю, да, например, я создаю это. Потом другой человек присоединяется, говорит, я тоже создаю безопасное пространство здесь. И вот таким образом мы объединяемся и создаем вместе это безопасное пространство. То есть мы создаем его, и это пространство существует. То есть мы влияем на него. Но казалось бы, да, может быть, какие-то внешние события, которые далеко мы считаем, что не можем на них повлиять. В то же время мы можем повлиять и на то, чтобы прекратились какие-то климатические катастрофы, вирусы, чтобы люди уважали друг друга, чтобы ушли войны, преступления. То есть мы можем влиять на это. И вот когда мы занимаемся проработкой, когда я, например, помогаю человеку, это не просто избавиться от какой-то психосоматики или каких-то болезней. Да, это тоже очень важно, потому что если человек болен, ему сложно думать о внешнем мире, он скорее будет драматизировать свое состояние и говорить, как ему плохо. Вот прежде всего, конечно, важно избавиться от тех болезней, которые есть у человека, то есть психосоматики, негативных ощущений, каких-то расстройств. Но потом, когда сознание человека расширяется, он начинает смотреть шире, глубже. Он начинает смотреть, а что же есть вокруг меня, какие есть события вокруг меня, как я могу взять ответственность и повлиять на них. И вот тогда появляется его расширение. То есть вот об этом я и говорю, это увеличение качества осознанности. То есть, и, соответственно, увеличивается количество единиц внимания, которые есть у человека, и он начинает смотреть на мир совершенно иначе. Он смотрит на мир по-другому, не через призму каких-то восприятий, которые у него были до этого, а он смотрит на мир осознанно. То есть он смотрит на мир и видит в нем благостные изменения. Самое главное, что он создает их. То есть создает в каком плане? Например, у меня если есть какой-то негативный постулат, он будет отражаться во внешней вселенной. Но если я поменяю этот постулат суждения на позитивное, то есть не просто его как бы перечеркну, а посмотрю, как оно образовалось, почему оно образовалось, и, допустим, почему там есть какой-то страх или негативное ощущение, или там суждение, что у меня плохое здоровье, или что нет денег. Вот в этом плане. То есть наше влияние на мир, оно очень важно. То есть мы создаем мир благодаря этим суждениям. Если у человека, например, суждение, я здоров, вокруг меня счастливые добрые люди, я живу в радостном счастливом мире. Вот что важно. И в этом состоянии мы можем осознанно двигаться и помогать другим людям. Давайте вот сделаем даже практику, как уже принято в наших видео, посмотрим, как это работает. Эту практику можно делать самостоятельно, можно с напарником, можно делать со мной. То есть и это можно делать на ежедневной основе. То есть это не практика, которая на один раз. Это практика увеличения осознанности. Она сродни медитации, просто такая медитация, которая больше динамическая. То есть не движение тела, а скорее переосознавание. То есть переосознавание, когда мы смотрим на что-то, смотрим, как это устроено, рассоздаем негативный заряд, и это меняется, меняются наши суждения. Давайте начнем. Выберите себе удобное место, сядьте или лягте, то есть чтобы вас никто не потревожил какое-то время. Закройте глаза и создайте пространство для сессии. С помощью своего намерения, с помощью внимания. В этом пространстве представьте себя, ощутите кто вы, как сознание. Почувствуйте ваше тело. И дальше посмотрите, что есть в этом пространстве. Возможно, есть какие-то негативные суждения, которые у вас есть. Допустим, суждение, я не могу справиться с этим, или у меня плохое здоровье, у меня мало денег, я с трудом справляюсь с жизнью. Таких суждений огромное количество. И вот проработка таких суждений и есть повышение осознанности. Почему? Потому что эти суждения, они зачастую бессознательны. И мы можем увидеть только, скажем, ну как верхушку айсберга, да? Но когда мы двигаемся внутрь, глубже, то мы находим первопричину. Поэтому, когда вы нашли это суждение, посмотрите, из какого случая оно пришло, как оно образовалось. И двигайтесь в этот случай. То есть двигайтесь в этот случай и перепроживите его. То есть полными восприятиями, ощущениями, как будто вы проживаете это снова. Сделайте так несколько раз. Каждый раз по-новому, в новую единицу времени. Не вспоминая, а проживая один, два, три раза. И наблюдайте, как уменьшается вот это, скажем так, суждение, так как оно, скажем, распознается и выходит. Если, допустим, это не вышло, да? То есть вы не распознали в точности, как это произошло. Двигайтесь к более раннему подобному случаю. Посмотрите, что есть раньше. И так вот, тоже более ранний подобный случай, перепроживите один, два, три раза. То есть наша цель – это понять, как вы сформировали это суждение. И, возможно, как раз выйдет случай с травмой, там, где у вас была какая-то травма психическая или физическая, и у вас уйдет это ощущение. И вы станете жить осознанной, счастливой, радостной жизнью. Вот. То есть наша цель – это увеличение осознанности. И я хочу сказать, что это очень важно для каждого из нас. Для меня, для вас, для мира. То есть это не просто какое-то, ну, скажем так, 7-минутное удовольствие, да? Это практика, которая действительно помогает нам. То есть и когда вы осознаны, когда вы счастливы, вы заметите, что мир вокруг вас совершенно другой, что уходят невзгоды, переживания, что вы начинаете жить с чувствованием осознанно. То есть вы начинаете чувствовать себя и других людей. И эту практику, опять же, повторяйте на ежедневной основе. То есть завершайте тогда, когда вы проработали какое-то ощущение, негативную эмоцию, суждение, да? И оно вышло. То есть вы почувствовали облегчение и почувствовали, что этого больше нет. И вам больше не нужно это скрывать, подавлять. Вы просто увидели, что этого больше нет. Вот таким образом это происходит. Это практика процессинга. И если у вас есть желание сделать ее вместе со мной, то напишите мне в личные сообщения, и мы проведем сессию. Это поможет вам лучше понять себя, убрать негативный заряд и стать более осознанным и счастливым. Вот, друзья, если это видео вам понравилось, то ставьте отметку «Нравится», подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписчики, колокольчик включите для напоминания о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. И также поделитесь этим видео с вашими друзьями в любой соцсети. Я уверен, что это будет полезно и приятно для них. Также, конечно, в описании все мои контакты. Добавляйте их в друзья в соцсетях. Две мои книги «Миры вечного познания» и «Полное исцеление». Можете их прочитать по ссылкам в описании. Также, конечно же, сейчас появились на экране у вас несколько видео. Посмотрите их. Это о том, как изменить судьбу, и о том, как проходит практика процессинга счастья. Более подробно, вот, ну, помимо того, что я уже сегодня показал и рассказал. То есть это та практика, которая как раз очищает сознание. Также подписка на мой канал и мой сайт. Заходите в гости. Я буду очень рад вас видеть. Я вам желаю счастья, друзья. Напомню, меня зовут Шевченко Александр. Это канал Академии Счастья. Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok